Всем привет! Привет! Мы продолжаем обзор наших турецких ружей. Продолжаем рассматривать компанию Asilcon. Сегодня рассмотрим самую недорогую модель. Она у нас называется Red Stoll. Совершенно верно. Несмотря на то, что эта самая недорогая модель сразу же разрушила интригу от 37 тысяч с копейками на данный момент она стоит. То есть это действительно очень бюджетное для Asilcon ружье и в принципе вписывается в ценовой диапазон обычных турецких производителей. С технической точки зрения самое главное, что хочу заметить, он ничем не отличается от более дорогих моделей. Более того, не отличается по комплектации. То есть это все так же классно и богато укомплектованное ружье, которое идет в красивом пластиковом кейсе с большим количеством дополнительных аксессуаров. И при этом имеет те же все преимущества. Сверленный ствол, измененную форму затвора, то есть способность работать на патронах с легкой навеской. То есть тут основное отличие от моделей, которые мы рассматривали раньше. Здесь несъемная крышка ствольной коробки. Чуть попроще дизайн самой ствольной коробки. То есть там он сделан более гладким, округлым такой. Они пытались придать форму, характерную, так скажем, для двуствола Crown Body. То есть там было закругление даже снизу. Здесь у нас более ровный такой прямой угол. И более простой пластик с более простой насечкой. То есть убрали какие-то элементы украшательства и дизайна, сохранив при этом максимально надежность и качество ружья. То есть при этом в данном ружье этот Redstone мы будем рекомендовать клиентам, которые не хотят переплачивать за украшательство, за дизайн, за эргономику. Которые хотят получить, скажем так, максимум ружья за минимум денег. Ну давайте мы с вами добавим, что все-таки мы сейчас с вами ведем речь об одном из ведущих производителей Турции. Да, безусловно. Это не какое-то маленькое кустарное производство. Мы знаем, что таких фабрик в Турции тоже очень много. Как раз они, как правило, производят всякие недорогие варианты ружей. Это огромный, большой производитель. Да, более 60 тысяч квадратных метров площадей производственных. Причем и свои испытательные. То есть не просто завод, а еще свои стенды стрелковые, испытательные. То есть они действительно имеют возможность, помимо того, что производят, еще и контролировать качество и отстреливать все эти ружья. Фирма очень достойна. Фирма очень достойна, с хорошей репутацией в мире. Мы проверили. Значит, также очень здорово отличает ружье Асилкон от того, что мне, по крайней мере, привычно. Это очень хороший вес. Вес от 2,8 до 3,1 килограмма. Всегда вес ружья немножечко гуляет. Если вам принципиален вес, всегда можно у ребят уточнить, какой вес имеет именно ваше ружье. Значит, тоже оно у нас доступно и с 76-ми, и с 71-ми стволами. Совершенно верно. И это традиционная инерционка традиционнее не придумаешь. То есть это та самая инерционная система, которую мы обожаем. Она простая в использовании, она простая в сборке и разборке. То есть чистить ружье будет легко. Но при этом с разработкой компании Асилкон, которая как раз и позволяет нам снижать вес и позволяет более уверенно работать с патронами не очень высоких навесов. То есть та же самая, но не та же самая. Та же самая, но не та же самая. Знакомая, но со своими улучшениями. Усовершенствована, да, скажем так. Анодирована стольная коробка, черная мы с вами видим, да. Сложная геометрия приклада. Мы знаем уже, да, много раз рассказывали вам о том, что чем сложнее форма прикладов или там цевья, чем больше туда вставок всевозможных. Это всегда говорит нам о том, что производитель здорово умеет с этими элементами работать. Банально литьевые формы для подобных вещей стоят дороже и делаются сложнее, нежели просто банально. Ну, ценители оценят, ценители, которые понимают творожье, они знают, что это дополнительный формат. Ну и помимо оценки для ценителями это банально удобнее, потому что у тебя здесь мягкий гребень, очень такая плотная насечка. То есть с большим шагом это позволяет использовать ружье даже в сложных условиях без перчаток. То есть это действительно помимо дизайна имеет и чисто утилитарные направления. То есть, на мой взгляд, это действительно очень хорошая совокупность характеристик за очень меняемые деньги. Ну и тут у нас традиционная форма ствольной коробки, она невысокая, не низкая. Вот обычно то, к чему мы привыкли видеть и в Европе, и у многих производителей других, да, не только у европейских. Ну, европейцы как задаваки моды, они, конечно... Ну, опять же, хочу сказать, что конкретно в этой модели минимум изысков. Вот именно про формы ствольной коробки и так далее. У Асилкона есть модели тоже с округлой формой ствольной коробки, причем как со съемными, так и несъемной самой ствольной коробкой, которые стоят дороже, но там и дизайн приклада, и дизайн цевья сложнее, и дизайн самой ствольной коробки. То есть, еще раз повторюсь, здесь точно такое же с технической точки зрения ружье, но просто с меньшим количеством всяких украшательств, изысков. То есть, когда человек не хочет переплачивать за какие-то дополнительные моменты, а хочет получить именно максимум ружья. Ну что ж, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Ружье это можно купить у нас в салоне или можно купить в вашем городе у наших представителей. Заказать ружье можно у нас на сайте, ссылка в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Звоните, проконсультируем или пишите комментарии, тоже ответим. Да. Спасибо.